Приветствую всех на моем канале. Для тех кто не знает, я Дмитрий Руденко, разработчик игры Mental State. Игра в жанре приключения от первого лица, с небольшими вкраплениями экшен и хоррора, для разнообразия. Также в игре есть своя небольшая особенность, которую я назвал система мыслей. Информацию о ней вы можете посмотреть в предыдущих видео или почитать на сайте, посвященном игре. Ссылки в описании. Ну а в этом видео я продолжу рассказ о своей игре и поведаю вам о том, что же происходит с проектом Mental State в последнее время. Не так давно у меня появился новый помощник. Его зовут Грант, так он попросил его представить. Только помогал он мне, к сожалению, недолго. Но он успел сделать несколько простеньких, но важных для игры моделей. Первая работа Гранта – необычный маяк, который был успешно вписан в игровую локацию. Также Грантом были смоделированы такие вот необычные колонны и множество маленьких штуковин, которые в игре нужно будет соединять друг с другом. Все эти представленные вам объекты связаны между собой и вместе формируют одну задачу, которую нужно будет решить в игре. А вот еще одна совместная с Грантом работа. Эта конструкция является интерактивной и, по сути дела, представляет из себя небольшую и довольно несложную головоломку в игре. Колонны, которые здесь представлены, можно передвигать, толкая их. Также была решена проблема с травой в игре. Дело в том, что в проекте всегда использовалась самая стандартная и упрощенная технология отображения травы, которую предоставляет сам движок Unity. В таком исполнении трава абсолютно плоская, и при этом она постоянно поворачивается лицом к действующей камере. То есть, как вы сами видите, трава постоянно как бы следит за игроком и все время на него смотрит. Все это выглядит, конечно, странно. И теперь эта проблема решена. Я избавился от этого странного эффекта, сделав траву немного более реалистичной. В различных местах игры добавил более объемную пышную траву, которая уже больше не следит за игроком, а живет своей жизнью. Похоже, что герой игры не совсем один в этом необычном мире. Здесь есть еще какой-то человек. А может, это и не человек вовсе. Внутри основной игры появилась такая мини-игра с шарами. Шары можно толкать, катая их по полю. Чтобы добиться непобедного результата, необходимо приложить немного умственных усилий и использовать чуточку ловкости. Большие фантастические ворота, которые ранее уже демонстрировались, претерпели небольшие внешние изменения. А также была проделана работа по реализации взаимодействия игрока с этими воротами. Чтобы их открыть, нужно будет подумать, как это сделать и проделать некоторые манипуляции с системой управления воротами. До сих пор в игре не была реализована возможность сохранения и загрузки. В последнее время была проделана большая работа для решения этой задачи. На данный момент уже реализована первоначальная версия системы сохранений. Сохранение игры осуществляется в контрольных точках, которых будет достаточно много. Также реализована возможность загружать игру практически из любой записанной контрольной точки, выбрав нужное сохранение из списка. В дальнейшем данная система будет развиваться и дополняться. К уже учтенным системы объектам будут добавляться новые объекты, их свойства и различные параметры игры, которые будут сохраняться в контрольных точках. В конечном итоге это позволит максимально точно сохранять состояние игрового мира в любой из точек. А еще в игре появилась новая разновидность нелетающих птиц, о которых я уже рассказывал ранее. Новые птицы отличаются от своих собратьев большим размером, а также более яркой и разнообразной окраской. Кроме того, поведение новых птиц немного отличается от поведения старых. Эти птицы довольно агрессивны и лучше не подходить к ним слишком близко. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот и подошел к концу очередной рассказ об игре Mental State. Если вам интересен проект, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. И вступайте в группу ВК. Следите за проектом. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok